очагов тв представляет доброй ночи привет как у вас лишки чем занимаетесь о чем общаетесь о войне конечно о чем же еще а у вас кем война идет идет война между россией украины а вы где проживаете если не секрет конечно я в калифорнии как вообще можете размышлять об этом если вы не в украине и не в россии проживаете вы говорите война а что об этом могут размышлять только жители конечно слушать я вот допустим с украинцами общаюсь они сидят спокойно учат рулетки по субботам по пятницам выпивают у них там свет есть подвалах не сидят какая-то война это такое боестолкновение это небольшой конфликт я считаю война это нечто другое вот примерно как во вьетнаме там сжигали людей это война была у вас это такое знаете слушай подожди я понял я понял смотри небольшой боеконфликт как ты сказал конечно почему же тогда уже больше двухсот пятидесяти тысяч только ваших граждан положили в этом небольшом будет интересно откуда вас статистика официальная статистика министерства обороны украины так это пропаганда сегодня в россии одна пропаганда в украине другая на сегодня верить в россии что крайне крайне глупо мужчина а что вы вроде бы старше меня намного простые информационные войны противника про что говорят в россии да ничего не говорят мне вообще пофигу а вообще потерь не потерь нет как-то война идет и идет какая-то даже одна война будет столкновение а потери потери моих знакомых два человека так не остановишься ты можешь говорить по теме что же ты бегаешь ты бегаешь и умеешь разговаривать не разговаривать умеешь не у тебя за монолог я тебя об этом я тебя об этом не спрашивали что в россии говорят я ответил да хорошо спасибо следующий вопрос сколько убитых россиян на этой войне а цифры кто знает вообще я знаю я примерно я примерно думаю по 1100 и 100 и с той стороны из украинские с российской по 1100 хорошо хорошо да давай возьмем подожди я понял 50 миллионной страной это бьет меньше чем по украине я понял я тебя это пока про это не спрашивал смотри я тебя понял предположим смотри 100 тысяч с каждой стороны и это ты называешь каким-то маленьким боеконфликтом когда 100 тысяч твоих сограждан в черных мешках это это небольшой такой конфликтик да да совершенно верно а ты сам в каком городе большой конфликтик это когда 25 миллионов во время Великой Отечественной войны ты сам в каком городе живешь но война но слушайте это война ты сам в каком городе применяется все виды вооружения когда истребляется население он читает политинформацию ты меня не слышишь ты меня не слышишь когда говори я вас а зачем ты меня отвечаешь на те вопросы которые те не задавал вы задавали я тебе не задавал этот вопрос вы задавали мне и начинаешь читать политинформацию для чего она мне нужно я тебе задаю конкретные вопросы я хочу получать конкретные ответы задавайте конкретного вот а тебя не призывали еще на эту войну не призвали правильно они призывали не призвали хорошо хотя правильно не призывали да не призывали да не призвали нет смотри не призвали это значит я например могли призывать но ты не пошел а если я тебе говорю не призывали это значит не приходила тебе вообще повестка ты не дружишь с русским языком чувак ты не дружишь с русским языком хорошо считайте как хотите так вот тебе повестка приходила а вот это другой нет так вот это и есть не призывали ли тебя это и есть мой не призвали его ты его ты не понимаешь элементарных оттенков своему же родного языка понимаю мужчина вы вы россияне вообще не знаете своего языка русскому я я вам больше скажу я русский не то что россиянин я русский так ты не знаешь своего языка русский знаю призва ли призвали они призвали а призывали а призывали и призвали какая разница между двумя глаголами а nodes вот вы погуглить и порьют а зачем мне google я тебе могу эту вещь призвали я могу объяснить в чем разница ты будешь слушать или будешь перебивать меня я молчу да вот рассказываю тебе когда вопрос задают не призвали ли тебя это значит что тебе например могла прийти повестка ты мог ее игнорировать убежать это значит тебя еще не призвали а если тебя призывали это значит приходила ли тебе вообще повестка вниз вместе от того результата уже ты в армии или а потом вы а потом вы откроете словарь и почитаете значение слова призвали и призывали все совершенно верно я тебе только что объяснил я тебе только что объяснил разницу да 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 я все понимаю прекрасно призывали это продолжительное подожди я же не закончил это продолжительное время а когда призвали это уже законченное то есть тебя уже призвали то есть ты уже ты уже пришел военкомат я не спорю а ты не хочешь как ты не хочешь если ты поддерживаешь эту войну ну слушайте блин не хочется не хочется все таки вот пусть поддерживаясь так дайте расскажу давайте скажу на оборону крыма на оборону донбасса я встану с удовольствием но на штурм я не пойду то есть ты осуждаешь свою страну за то что напала на киев на сумскую область а когда мы на киев напали ну-ка расскажите ко мне 24 февраля там были бои вообще кем они были зафиксированы сколько там еще убитых там что какие территории были да да конечно лучше лучше а под киевом это буча где там сняли узкий фильм ваши украинцы развозили по дорогам чтобы снять это на камеру буча гостомель фотографии буча вы имеете ввиду под киевом все я могу я могу ответить под киевом ничего не было я могу ответить нет да вот так вот есть такие городки небольшие под киев буча гостомель ирпень буча головами расскажите то ваши войска были в буче или нет зашли вышли вот значит все таки нападали на киев не нападали мы не нападали там особо мы никого не убивали там мы зашли а стамбулский переговоры стамбуле прошли мы вышли все а зачем вы туда зашли чтобы вас усмирить утихомирить потому что вы в донбасса не оставали вас 9 лет просят отстать от тех территорий поэтому вы пошли на киев да мы не пошли на киев мы зашли а то есть выход и передислока со то есть от вот войск все а для чего вы пошли на киев я еще раз говорю чтобы вас утихомирить еще раз говорю а каким образом каким образом вы могли утихомирить на на севере страны? Нам страна такая, как Украина, которая враждебно настроена к России, не нужна на наших границах. О, так вот, видишь, это ты сам себе противоречишь. Ты только что сказал, что вы пришли, чтобы защищать свой Донбасс и Крым, правильно? И тут же ты говоришь, что вся Украина вам не нужна. Слушайте, а как говорили великие полковозы, лучшая защита это что? Продолжите фразу. Лучшая защита это... Вы знаете, что это значит? Нет, не знаю. Это нападение, представляете? Если тебя долбят, если людей мирных уничтожают... А кто вас долбил? Кто вас долбил? Ну, слушайте, Донецк, Луганск, это Ленин... Кто долбил российскую территорию? Кто долбил российскую территорию? ВСУ. Потому что Донецк, Луганск в 22-м году, только вам дали. А до этого это были территории Российской империи. Представляете? Так, подожди, так вся... Там живет русских очень много. Я понял. Так вся ведь Украина была территорией Российской империи когда-то. Да. Поэтому мы один народ, я считаю. А Польша тоже была территорией? Финляндия? Знаешь об этом? Нет, ну Киев... Слушайте, Варшава и Хельсинки... Варшава и Хельсинки это не была наша столица, а Киев был, понимаете? Киев был столицей чего? Московского царства? Никогда не было. Дайте, дайте, договорю, пожалуйста. Украинец понимает русский язык, да? А поляк или финн не понимает русский язык. Зато он украинский понимает. Не сравнивайте, извините за выражение, русская поговорка хрен с пальцем. Зато поляк понимает украинский язык. Звучит. Аббревиатура. Зато поляк понимает украинский язык. Да. Только вот я с украинцами разговариваю, и они говорят, я еще не до конца польский выучил за три года. Ну, потому что это два разных языка. Разные языки, да. Так же, как и украинский, и русский, это разные языки. Ну как это? Вы украинец, а мы говорим с вами на одном. Так я сейчас говорю с тобой на том языке, даже единственный язык русский, и то ты его не знаешь до конца. Понимаешь? Я могу с тобой говорить на английском, ты вообще не поймешь ни одного слова. Призывали, призывали, призывали на войну. Я говорю вам, еще раз в словаре посмотрите просто, и потом... А зачем мне смотреть? Эти словари... Да были кровы. Я делаю эти словари. Призвали. На войну призвали, а не призывали. Призывали, это продолжительное время. А призвали, значит, уже призвали. Ты не понимаешь? Мужчина, мужчина, давайте здесь, давайте здесь, ну без этого, хорошо. Ну посметьте перед своим подписчиками, типа я там что-то. А ваши подписчики потом откроют словарь и прочитают. Призвали и призвали. Они над тобой уже, я уверен, смеются. Да, 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 потому что мне 32 года, вам сколько? Мне 84. Да, и вот представляете, вы в разговоре со мной выглядите... Да, и я знаю ровно в три раза лучше тебя русский язык, как минимум. Да, да, да. Конъюнктивит, как пишется? Пожалуйста. А, не могу, не знаю. Конечно, я знаю, могу тебе сказать, хочешь? Давайте. Чатик прочитайте, только чатик свой прочитайте. Конъюнктивит. Вот как я сказал, так и слышат. Давай, загугли, загугли, посмотри. Да вы что? Да, да. Да вы что? Да, загугли, посмотри. Мягкий знак используется. И сколько там каких букв? Я говорю, как пишется? Я тебе сказал, конъюнктивит. В чатике, в чатике вот здесь напишите. Вот я вам написал, видите, FD, FD в чатике. Напишите, как пишется. Конъюнктивит, пожалуйста. Пожалуйста, сейчас напишу. Давайте. Загуглите, в чатике прочитайте. Тихо, тихо, тихо. Не подкармливай. А что мне подгорать-то? Понятное дело, вы сейчас правильно напишите, ваши подписчики уже все проверили. Я не на стриме, не переживай. На, смотри. На, лови, лови. Давайте. Нет? Неправильно. Там, где ты учился, я преподавал. Неправильно. Какая буква неправильно, давай. Во-первых, не мягкий знак, а твердый. Да? Да. Представляете? Так. И еще. И что еще? Погуглите, погуглите. Давай, давай. Что еще? Давай. Еще там каких-то две буквы. Я вот, честно сказать, сам не помню. Так вот, во-первых, я тебе написал твердый знак. Это твердый знак, это не мягкий знак. А какие еще две буквы? Ты не знаешь ни одной буквы. Так это у вас мягкий знак. Это твердый знак. Куда ты смотришь? Ты что меня обманываешь? Это твердый знак. Мягкий знак. Посмотри внимательно. Это мягкий. Ну, слушайте, ну вы молодец. Я знаю. Так какие еще ошибки? Какие еще ошибки, кроме знака? Вы пишете мягкий знак и говорите это на твердый. Это очень птичная украинская черта. Зачем ты придумываешь? Говорить на черное и белое. Зачем ты придумываешь? Это ваше украинское слово. Ты понял, что ты обосрался, понимаешь? Да слушайте, ну это мягкий знак. Что я не сделал ни одной ошибки. Это мягкий знак. Это мягкий знак. Нет, это твердый знак. Посмотри хорошо. Послушайте, это мягкий знак. Посмотри, ну как ты ее отличаешь? Ты мало того, что ты не знаешь. Послушайте, почему вы не написали? Ладно, почему вы сразу не написали, а начали гуглить? Вот ответьте мне сразу. Я начал тебе писать. Я тебе начал писать, как гуглить. Потому что вы не знали. Я же тебе писать начал сразу. И вы не знали. Слушай, хорошо, смотри. Реально, вы не знали. Хорошо, смотри, давай... Как же, как и призвали, призвали. Призвали на войну, а не призвали. Ну, подожди, подожди, смотри. Давай сыграем с тобой в игру, хочешь? На знание русского языка. Ты мне сейчас достаешь слово. Я вот так руки подмаю вверх и по букве тебе говорю, как оно произносится. А потом я тебе говорю слово. И ты поднимаешь. И ты делаешь минимум три ошибки в одном слове. Давайте о чем-то высшем поговорим. Зачем нам это знание языка? Язык богатый. И, знаете, даже самый клалифицированный лингвист может допустить ошибки. Может, может, конечно. Само собой. Но ты не знаешь элементарных слов. Ты не отличаешь твердый знак от мягкого. Ты не знаешь, в чем разница продленного времени от законченного времени. Так у вас реально мягкий знак. У вас не твердый знак. Ты не понимаешь разницу между... Твердый знак. Но у вас реально мягкий знак. Протри глаза. Да я уже смотрел 10 тысяч раз. Про три глаза. 10 тысяч раз. Вот брехло российское. Вы же сами сказали коньюктивит. Вы сами произнесли это слово через мягкий знак. Коньюктивит. И читается так именно, да. Коньюктивит. Да, но не конь. А вы конь говорите. Ты посмотри, как я написал, а не как я говорил. Он произносится как коньюктивит. Смотри, он произносится как коньюктивит. Мужчина. Понимаешь? Не коньюктивит. Никто не говорит коньюктивит. конъюнктивит он произносится, понимаешь? Мужчина. Ты не знаешь разницы между продленным временем прошлым и законченным, понимаешь? Я вообще ничего не знаю. Вы зато, я смотрю, все знаете. Так, ну все. Дальше какой смысл с ним говорить? Человек абсолютно безграмотный. Он не умеет... Я еще удивляюсь, что он читать умеет. Я даже сомневаюсь, что он до конца читать научился. Вот слова он не знает. На какую-то тему с ним говорить, и, понятное дело, смысла нет вообще никакого. Вот такие дела. Все, поэтому... Пожелаем этому Перцу, чтобы он оказался в числе вот этих 100 тысяч. Он говорит, это же боестолкновение. Я в течение... Я, говорит, их поддерживаю. Ну 100 тысяч подохло наших. Ну и хрен с ним. А я что, дурак идти умирать, что ли? Нет, конечно. Я не пойду. Это же боестолкновение. Это же не война никакая. И я, кстати, еще не удивлюсь, если вот это безграмотное чмо, блин, пытается стать каким-нибудь блогером там и так далее. Ой, грязный бинт. Господи, кошмар какой. Не стыдно ходить с грязным бинтом таким? Тебе не стыдно ходить с грязным бинтом таким? Ты мне звук включил? Да я тебя слышу. У тебя черный бинт. А ты девочка перед своим подписчиками. У тебя черный бинт. Почему черный бинт у тебя? Ну вы поняли. Это, скорее всего, блогер. Блохер. Недоблохер очередной. Бинт грязный черный. Живет, естественно, в сарае, блин, как и большинство из них. Абсолютно безграмотный. Пытается просто говорить, не слушая оппонента в принципе. Уходит от темы. Это черта вот этих вот российских новоявленных недоблохеров. Некоторые хоть умеют пару слов связать, этот вообще не умеет даже два слова связать. Сидит в грязном бинте, позорится, блин. В общем, друзья, напишите, что вы думаете по поводу этого чмошника, блин. Вот. Ну и все. А ему желаем на концерт к обзону, чувак, иди. Давай, тебя заждались. Чувака там заждались уже давно. Он мягкий знак не отличает от твердого. Потом он сказал, что я еще там какие-то две ошибки допустил, но назвать их не смог. Ну, какой смысл конъюнктивит? Он думает, что это такое сложное слово, блин. Капец. Все, друзья, не забываем подписываться на все мои каналы. Ссылочки под каждым видео распространяем. Распространяем это по своим соцсетям. Пишем комментарии. Палец вверх. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова